Дорогие друзья, всем доброе, добрейшее утро. И мы продолжаем изучать Пертьевод. И вот тут еще ссылочка, мы продолжаем изучать семейные отношения. То есть мы продолжаем. Вот ссылочка здесь, видите, Дерди Нивня, привет. Значит, эта ссылочка должна переключать вас на курс семейных отношений. Очень важно, чтобы его прошло, вот нам важно, как можно больше людей. И улучшили свои семейные отношения. Или уже знали, как их улучшить в следующий раз, если вы пока не в отношениях. То как в них правильно входить. Так что переходите по ссылочке и пишите обязательно там свои отзывы. Отзывы на каждый урок, на каждое задание. Выполните все задания. Нам очень важно посмотреть, вот именно, как этот курс помогает. И как его можно улучшить. То есть как его можно улучшить, что можно добавить, может быть, может, убавить наоборот. Мне кажется, что там очень много информации. И ждем. Потому что, в принципе, Тора-то, она зачем нужна? Тора нужна для совершенствования. То есть человек, он изучает Тора, он совершенствуется. Он, знаете, интересно. Первый человек, которого Бог создал, он был идеальный. То есть это было произведение Бога. И он был, интересно, в нем была вот божественная часть, душа. Она была как отдельно. Тело, это было как отдельно. Они просто были соединены. Но они не были прямо интегрированы одно в другое. То есть душа спокойно выходила, входила. То есть душа, она больше была в духовном мире. И интеллект – это было место, где это соединялось. Теперь, потом, после греха первого, да, дерева познания добра и зла, значит, все смешалось. То есть он как бы вошел в другое состояние, человек. И вот обычно человеку кажется, что я – это тело. Он себя отождествляет с телом. Теперь и вся цель Торы и заповеди – это вернуться в то состояние, в котором был первый человек до греха. Понятно, да? Подняться на ступень человека. То есть мы, в принципе, на сегодня как бы заготовки такие. Причем интересно, что человек, когда он рождается, он вообще такая заготовка – компьютер без программ. Потом ему дают возможность управлять собой, некую возможность, но не обучают, как это делать. И дальше нужно самому дообучиться. Интересно, когда Бог создавал человека, вначале написано в Торе, да, в книге Берешит, он сказал «Наосе это Адам, сделаем человека». И что, кому это он сказал «Сделаем человека». Есть один комментарий, что Бог до человека уже создал все мироздание. И когда он создал всю систему, он как бы сказал «Ну, теперь сделаем человека». То есть человек – это отражение уже того мира, который уже был создан до человека. Это первое объяснение, очень такое, ну, логичное. Второе объяснение, еще более логичное. Когда Бог сказал «Наосе это Адам, сделаем человека», он сказал «Сделаем человека с человеком». То есть мы вместе, давай-ка, сделаем человека с человеком. То есть я человека создаю, даю ему весь этот потенциал, а дальше посмотрим, что он будет с ним делать. И вот это то, что имел в виду Бог, когда сказал «Сделаем человека». А как делать? То есть нам же нужны инструменты. Вот мы изучаем Тору, чтобы получить инструменты для работы над собой, инструменты для улучшения себя, инструменты для создания из себя человека. И когда начинаешь это понимать, то, естественно, появляется шанс сделать из себя человека. Когда мы изучали пятую главу, нам вообще осталась одна Мишна. Последняя Мишна нам осталась в пятой главе. Ее сказал Бен Эээ. Вот так, если правильно сказать. Бен Ээээ. Можно Бен Ээээ. То есть вчера мы учили Бен Бак Бак, это имя такое, а сегодня Бен Эээээ. Но мы сегодня ее учить не будем. Это мы ее завтра оставим. А мы сегодня будем учить Мишну, которую мы пропустили. Когда был праздник Суккот, надо радоваться. А была одна Мишна в пятой главе, которая очень нерадостная. И, значит, я ее пропустил. Но сегодня мы к ней вернемся. Мы сегодня к ней вернемся, потому что, ну, чтобы полностью закончить, чтобы полностью закончить правильно всю главу. Это была Мишна девятая. Восьмая и девятая. Значит, две Мишны я пропустил. Обе Мишны говорили про расплаты, которые приходят в мир. Значит, как происходит ситуация? Бог создал человека, и ему сказал, смотри, вот дерево познания добра и зла, это добро, это зло. Если ты съедаешь, выполняешь запрещенное действие тебе, вот я тебе сказал, а дерево познания добра и зла не ешь. В день, когда ты поешь от него, станешь смертным. Умрешь. Можно ли назвать, что, когда человек поел от него и стал смертным, да, он не умер сразу? И тут есть простое объяснение, потому что день, в божественный день, это тысяча лет. А, значит, и сказано, не умрешь, имеется в виду, станешь смертным. И он умер через, там, после этого события, через 970 лет, 930 лет он умер, да, после этого события, когда он ослушался Бога. Но можно ли назвать это наказанием? Нельзя. Вернее, можно. Можно сказать, что это было наказание, но можно сказать, что это было следствие. То есть, если говорится человеку, не суй пальцы в розетку, а то убьет. И он сунул пальцы в розетку, его убило. Его это наказание или это следствие? С одной стороны, это сложно назвать наказанием, но, как бы, можно назвать и наказанием тоже. В общем, в этой главе, в 8-й мишне, говорится о 7 видов пуранут. Пуранут – это пуранут расплат. 7 видов расплат, которые приходят в мир за 6 видов преступлений. То есть, мы сейчас, как бы, поймем, как работает система и почему на человека приходят иногда страдания. Но здесь говорится о общественном, о общественном грехе. То есть, здесь говорится, можно понять систему, но в личном плане работает по-другому. В личном плане работает по-другому, в общественном плане работает по-другому. Давайте посмотрим, как работает в общественном плане. Миксатан, Маасрин, Миксатан, Инан, Маасрин. Значит, по Торе евреи, которые живут в земле Израиля и собирают урожай на земле Израиля, должны отделять десятую часть урожая и отдавать эту десятую часть на нужные. Причем там есть десятая часть, ее отдают священникам. Это первая десятая часть. Вторая десятая часть, еще 10%, отдают бедным, но несколько раз в семилетний цикл. То есть там, например, два или три раза через год отдают бедным, а два или три раза собирают эту десятую часть, продают, берут деньги, и потом на празднике едут в Иерусалим и на эти деньги празднуют на празднике в Иерусалиме. Это называется Мааср Шини. То есть именно так специально сделано, чтобы ты не просто все время работал, 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 а чтобы ты десятую часть собрал, приехал в Иерусалим, купил там быка целого, принес жертву, съел его с людьми вместе, да? То есть обязательно, когда ты празднуешь, ты должен тоже с бедными там всех собирать вместе, праздновать, Бог тебе дал, ты должен делиться. Значит, это такие были правила. И вот нам говорится, часть народа соблюдает эти правила и отделяют Мааср, а часть народа не отделяют этот Мааср. Они решили, что я буду кому-то отдавать и так далее. Я же землю пахал, я собирал урожай. Чего должен десятую часть отдавать? Что, какая расплата приходит в мир? Приходит голод Бацура-Баа. Значит, приходит такая же расплата, мера за меру. То есть приходит голод такой, мало дождей, начинают хуже расти. И получается, что часть голодают, а часть сытые. То есть они частично делают, частично не делают, такая же приходит расплата. Частично голодают, частично нет. Теперь дальше. Гамру, Шелоли, Асер. Все приняли решение не отделять Мааср. Это сейчас очень важно. Вот сейчас, например, в Израиле идут постоянно вот эти вот разборки. Государство должно быть религиозное или нет? Вот сейчас часть считают, что религиозное, а часть нет. Поэтому иногда есть неприятности, иногда нет неприятности. Теперь, но если все написано, Гамру, Шелоли, Асер. Решили, не будем отделять Мааср. Народ пошел против Бога конкретно, не дай Бог. И что? Значит, приходит тогда такой голод, когда почти ничего не растет. Засуха и, значит, ничего не растет. И Мааср еще тут есть такое объяснение, что даже те, которые кушают, у них они не сыты, они не могут наесться. То есть идет все мера за меру. Третий вариант. Третий вариант. В Шелоли, Толь, это хала. Значит, и потом они еще решили не отделять еще халу. Когда пекут хлеб, нужно еще маленький кусочек теста отделить там хала. То есть это вообще маленькая-маленькая такая вещь. И написано, если решили эту вещь не делать, то есть не отделять урожай, как бы понятно, у человека жадность включается, ему жалко отдать десятую часть урожая. Но кусочек хлебушка отделить хала, который нет в этом никакого потеря, это уже делается, чтобы разгневать Бога. То есть это уже осознанный, такой беспричинный бунт против Бога. Какой ответ Бога в этом случае? Написано так. Значит, если решили не отделять халу, то голод уничтожения приходит. Объясняют, что такое голод уничтожения. Это война, напали, разорили, угнали в рабство, все выжгли и так далее. То есть все идет мера за меру. Идешь против Бога осознанно и в мелочах, там, где тебе легко, легко сделать, значит, ответ очень серьезный. Идешь против Бога, не мог, не знал, там, ну что-то действительно природа, все варианты, все учитывается. Дальше. Девер Балилам эпидемии приходят в мир за смертные казни, которые описаны в Торе, что их не отдавали на суд. Из-за перот швей, из-за плоды седьмого года. Значит, эпидемия. В Торе четко сказано, за какие преступления идет смертная казнь. Четко все описано, есть конкретная система, в которой Бог говорит, что тот, кто убил человека осознанно и целенаправленно, он не может жить. Это несправедливо, это нечестно. То есть такого человека надо казнить, если он убийца, его надо казнить. Все. Значит, там описаны все сопутствующие, все законы, что вы должны были предупредить, ну и так далее. То есть есть целая там система, как это, как должно быть. Если же, написано здесь, если народ решает отменить эти законы и значит говорит, мы не будем убийца, не убийца, смертная казнь в Торе, не смертная казнь, нас не волнует, мы на этих людей судить не будем, то что значит приходит эпидемия. То есть все мера за меру. Как все, что люди, то есть это нужно четко понимать, из этой мишны видно, что любое то, что приходит в мир, это следствие того, что делают люди. Мера за меру идет. И точно так же в жизни человека, но там чуть-чуть другая история, потому что все-таки законы общества и законы индивидуальные, это разные вещи. И Бог учитывает, ну как бы внутренний мир каждого человека, и к каждому он подходит с индивидуальной меркой. Но общество, оно должно жить по законам установленным, не может общество жить без закона. В каждом обществе есть установленные законы, и когда они системно нарушаются, то отдача, она приходит незамедлительно. Значит, это эпидемия. Меч, меч это война, то есть война приходит в мир, за что? За то, что инуй один, валь и вуд один, валь амурим, батураш локалаха. Значит, война приходит, когда нету суда, нет суда справедливого, и даже если суд выносит какое-то решение, оно не выполняется. И что тогда? Все тогда. Тогда приходит суд с неба, и тогда убивают и тех, которые преступники, и те, кто не преступники, кто это допустили. Войны приходят в мир, когда в обществе нарушается система взаимоотношений внутренних. Я вспоминаю здесь книгу, значит, Равицкак Зихратно, Садик Левраха, он написал книгу воспоминаний, называется, Чтоб ты остался евреем. И эта книга, он с 17-го года рождения, он вначале перечитает, пишет там историю своей семьи, и в истории своей семьи он рассказывает о своем дедушке, который жил где-то в одном из литовских, он был раввином в одном из литовских городов. И через этот город проходила группа еврейских детей, которые были кантонисты. Детей забирали в кантонисты. Это их забирали, даже еще там иногда в 8 лет, в 9 лет отдавали на подготовку, и потом они с 12 лет официально служили в армии, 25 лет они служили в российской армии, и, ну, это страшно, все. И он рассказывает, как там в книге приводит рассказ одного маленького мальчика, как он пишет воспоминания, как он проходил через этот город, где дедушка Равзильбера был раввином. И этот мальчик, он рассказывает, что он был один у матери, и по закону нельзя было таких детей забирать, когда у матери один сын. Но на еврейскую общину была наложена повинность столько-то детей отдавать. И он говорит, меня забрали у моей мамы вместо какого-то богатого родственника, который откупил своих детей, и забрали меня у мамы, когда по закону не имели права это сделать, и отдали меня в эти кантонисты. И мама, я очень, говорит, плакал, мама ко мне не пришла. Ко всем приходили мамы, ко мне не приходила, а потом пришла какая-то женщина и сказала, что твоя мама спит. И она, в общем, умерла его мама от горя, когда его забрали. Ребенка-сироту забрали за деньги и отдали. И, значит, идея какая, что когда происходит такое, и другую историю тоже об этом же, Рами Строль Салантер был где-то в конце, вот как раз 1800 какой-то год, он жил в то время, и он как-то пришел в город и тоже узнал такую же историю, ему сказали. И он вышел из этого, была суббота, он прямо в субботу вышел, дошел до края, вышел из города, говорит, я не хочу быть в городе со злодеями, а в субботу нельзя больше 2000 шагов отходить от жилого дома, то есть это как бы граница. И он сел на этой границе, сидит и плачет, говорит, я в этот город не зайду, где такие преступления делаются. И прямо тогда в субботу этого ребенка выкупили, потому что это было спасение жизни. Такая же история с сиротой была. То есть показывается этими двумя историями, что потом произошла революция, страшные были там с еврестьями, просто вся жизнь разрушилась. Но всегда есть причина. Бог, он добрый и милосердный. Даже смертная казнь в Торе, это не наказание, это спасение того человека. То есть он, сделав какое-то преступление и получив за него наказание, смертная казнь, он очищается от этого преступления. Но если его не оставить, оставить живым, тогда он не очищается. А что это за общество, которое убийц покрывает, которое, ну и так далее. То есть здесь написано, что мир устроен очень справедливо. Значит, если вы не хотите судить своих преступников, если вы не хотите, чтобы было честно, приходит война и наводит порядок. То есть накапливается этот грех, как было в Торе описано с дом и амора, вот эти вот два вздомика было. И как Бог говорит, все невозможно, когда в городах в этих идет полностью все, уничтожают людей, там, ну страшные вещи они делали, они не должны существовать. Вот это здесь, в этой мишне нам об этом написано. И показано, что за какие преступления народа приходит какое наказание. И давайте сразу же девятую мишну, чтобы уже закончить с негативным. И чтобы у нас осталась последняя БНГЭ, очень позитивная мишна, уже завтра она будет. Дальше написано, хаяра, ба, леу, лам, дети и животные приходят в мир. Раньше же была природа, и на природе жили всякие волки, медведи, львы, то есть они прямо заходили, как в Индии сейчас. Львы, людоеды, они могут зайти, тигры, тигры там. Тигры заходят, крадут детей и так далее. Вот здесь написано, что дети и животные приходят в мир как наказание за ложные клятвы и за осквернение имени Всевышнего. То есть здесь я не... Какая связь непонятна немного. Например, человек клянется именем Всевышнего, оскверняет имя Всевышнего, то есть он ведет себя ну вот таким образом, и значит его, знаете, какая-то бешеная собака его за это кусает, и он умирает. Есть какая-то связь, наверное, он становится как животное, которое Бога не боится, и значит животное его съедать. Я думаю, связь такая. Дальше. Галут, изгнание, приходит в мир. За что? Вот это вот самое страшное. Самое страшное это изгнание. Когда вот то, что иверистский народ был 2000 лет назад, ушел в изгнание, в Галут. Это было за что? Написано здесь, что изгнание приходит в мир за три вещи. За идолопоклонство. Это самое страшное. За разврат и за кровопролитие. И за то, что не соблюдали седьмой год. Седьмой год есть закон, Бог сказал, каждые шесть лет сей паши. Седьмой год земля должна отдыхать, нельзя продавать эти плоды. Седьмой год отдавайте, все становится общим. И все, что вырастает седьмой год на полях, в садах и так далее, любой может приходить, брать, рвать и кушать. И, значит, если нарушать будете седьмой год, то что? Тогда будет изгнание. Понятно, да? Значит, почему будет изгнание? Вы не заботились о своих бедных, которые в седьмой год должны кушать, значит, вы будете бедны. Если вы не верите, что Бог вас обеспечивает, то седьмой год это проверка, такая конкретная, вера в Бога, потому что по закону ты должен положиться, что в шестой год у тебя будет двойной урожай, в седьмой год ты не умрешь. И в восьмой год ты же еще не можешь сеять. И в восьмой год тоже полгода у тебя не будет еды. То есть каждый седьмой год ты должен воспитывать у себя год, вот это качество, бетахон, полагаться на Всевышнего, что Бог тебе поможет. Интересно, что, ну там проводились исследования и все, тот, кто полагается на Бога, ему намного жить легче, лучше, чем тот, кто пытается сам себя обеспечить. Люди, я вам говорю, это удивительно, есть у меня много знакомых, они очень сильно боятся будущего, они очень много зарабатывают, но они настолько в тревоге, это просто удивительно. Есть известная история, что Рабинович всю жизнь он копил на черный день, и он складывал деньги, боялся там, как инвестировать, чтобы обеспечить завтра. И когда он уже стал старым, он как-то жаловался другу, говорит, я столько скопил на черный день, что уже жду, когда он наступит. Я хочу уже раскрыть закрома, но он не наступает. Он всю жизнь боялся, и черный день не наступил. А бывает, бывает ситуация, что именно черный день наступает из-за того, что человек боится и копит. Потому что большинство погромов, большинство преступлений против евреев были именно за счет того, что хотели их ограбить. И все эти изгнания из Испании и так далее, то есть у них была одна простая, ну, простая какая-то была идея, да, что ограбить, забрать и все. Почему? У них есть, а у нас нет. Все. Хорошо. Значит, написано, что за эти преступления приходит изгнание, разврат, служение идолам и швихудамим. Теперь есть одна форма идолопоклонства, которая очень, она легкая, и казалось бы, ну, вот люди далекие от идолопоклонства, но они, есть в них чуть-чуть этого идолопоклонства. Что это значит? Какому идолу больше всего служат люди? Думаю, что деньги это, это сила, да, самостоятельная сила, да, это очень часто, вот деньги, типа, они меня спасут, весь мир гоняется за деньгами, поклоняются деньгам, как будто бы это огромная сила, при этом, сколько бы ни было денег у человека, у него всегда их мало, и он тут же, это очень смешно, сейчас, там, вот я буквально видел новость пару дней назад, на Кипре начали там лишать гражданского, типрского, которого покупали люди, там, 100 российских олигархов, 20 украинских, и какие-то там корейские, еще какие-то, да, преступники, то есть, люди, они вначале преступно наживают деньги, потом они, оставшуюся часть жизни, они боятся, чтобы у них их не забрали, и они пытаются их спастись где-то в каких-то там Кипрах и так далее, но на Кипрах их тоже уже ловят, лишают гражданства, и они вот так вот, очень у них страшна жизнь, то есть, деньги это первый идол, но есть другой идол, который, которому служат все, ну, большинство, это не могу сказать, что все, большинство, это, и удивительная вещь, я сегодня это прочитал в комментарии Любовичского Рэбе на эту мишну, это, это интеллект, бина, сила своего мозга, человек поклоняется своему мозгу, думая, что он может предсказать, обдумать, он поклоняется вот этому разуму, да, он говорит, вот разум, это, это рациональное мышление, он что-то пытается все время высчитать, перевысчитать, там, и так далее, то есть, он поклоняется себе, думая, что он может предсказать, что будет, как будет, почему будет, ничего предсказать нельзя, Бог управляет миром, Бог хозяин мира, Бог может делать все, что угодно, И самые умные ученые не смогли предсказать кризис 2008 года финансовый, ну и так далее. Поэтому есть в притчах царя Соломона такая фраза «Положись на Бога всем своим сердцем, валь бинатха на свое разумение не полагайся». Вот не полагайся. То есть ты можешь им пользоваться, но ты должен знать, что весь результат – все в жизни от Бога. Вот. Значит, не поклоняйтесь разуму. И, значит, дальше написано, что… Ну дальше идет еще какие-то нюансы, которые мы, в общем-то, изучать не будем. Они на сегодня для нас не актуальны. Про вот этот седьмой год, четвертый год, третий год и так далее. То есть все, что из этой мишны надо выучить, мы выучили. Если народ, да, он принимает какие-то законы, вот сейчас идет в Израиле, будут ездить в субботу автобусы, не будут ездить в субботу автобусы, ни в коем случае не должны ездить в субботу автобусы. Потому что Израиль – это религиозная страна, которая существует только божественной милостью. Нету других объяснений, почему Израиль был и был великой страной во времена еще 3000 лет назад царь Соломон строил там Иерусалимский храм. То есть это, ну было чудо света, да, центр мира. Потом бах, 2000 лет пустыня, пустыня. Потом бах, опять Израиль, опять с тем же названием, с тем же языком. Все то же самое, с теми же законами, с тем же шаббатом. Ну надо же извлекать какие-то вроде истории. То есть, ну понятно, что как только евреи перестают слушаться Бога, начинаются проблемы, ну такие проблемы начинаются, что капец. Но неужели это не видно, не понятно, что еврейский народ существует в этом мире только божественной милостью, только был в рабстве в Египте, стал рабами у Бога, стали священниками. То есть должны служить Богу, все. Это очень важно. На индивидуальном уровне Бог вникает, если человек Маугли, например, он понимает, что человек Маугли. То есть те, кто воспитывались в других идеологиях, называются украденные дети, да. То есть понятное дело, что бывший советский человек это настоящий Маугли, да, конкретный. У него в голове же вот он не Маугли, он Чебурашка. Чебурашка и крокодилгена, вот ты такой бывший советский человек. Потому что спроси любого еврея, вот моего возраста, спроси его, кто такой Чебурашка, он сразу ответит. А кто такой Шимон Ацадик? Вообще в жизни не ответит, единицы знают. Кто такой праведник Шимон Ацадик, это был первосвященник в первом храме. А Чебурашку все знают. Вот мы, значит, мы не Маугли, а Чебурашки. Вот, поэтому в индивидуальном плане Бог учитывает все. А в общественном плане мы должны стараться все-таки, чтобы Израиль был религиозной страной и соблюдал вот этот вот статус-кво, который установился в начале, когда Израиль возник. И надо этот статус-кво соблюдать, что в Израиле есть суббота, есть кашрут, есть братья, которые в Раванутии. Ну, то есть Израиль это религиозная страна. Все. Удачи, успехов всем. Сделайте свои выводы. Свои выводы, пожалуйста, сделайте из этого урока. Выводы это важнее, чем послушать. Я вам расскажу сейчас, я сейчас создаю курс, называется «Мастер обучения». Расскажу пять шагов для запоминания. Пять шагов. Первое – фокусировка внимания. Нужно именно, когда вы хотите что-то запомнить, сфокусируйте внимание. Прям вот на том, что вы хотите запомнить, надо фокусироваться. Второе. Второе – надо понять. Нужно вникнуть, понять, разобраться, что имеется в виду. Для того, чтобы понять, надо задавать вопросы. Но чем больше понимания, тем больше вероятность, что вы запомните. Значит, первое – фокус внимания. Второе – понимание. Третье – впечатление. То есть очень важно наполнить то, что вы хотите запомнить, эмоциональным наполнением. Вау, типа. Вот это интересно. То есть нужно дать эмоциональный, эмоциональный нужно дать внутри наполнение этой информации, чтобы мозг понял, что это реально интересно. Четвертое. Четвертое – нужно сделать ассоциацию с тем, что вы уже знаете. Нужно связать с предыдущим знанием каким-то. На что это похоже из того, что я уже помню. И когда вы размышляете и привязываете веревочками новое знание к тому, что вы уже знаете, то потом вы легко это найдете. Оно как бы встраивается в мозг. И последнее, пятое – это повторение «Мать учения». Повторяйте. То есть напишите свои три вывода. Обдумайте их, обсудите, впечатлитесь и так далее. И повторение «Мать учения» значит повторите. Это пять шагов к запоминанию. У тебя сейчас такой новый курс «Мастер обучения». Это одна из таких техник, которые я буквально вчера написал. Все, друзья. Удачи, успехов. Значит, главное не слушать, главное понимать. Понимать и запоминать. Тогда вот эти слова Тора, они внутри поселяются и начинают давать плоды. Начинают давать плоды, прорастать это как семена. И божественные семена дают божественные плоды. Хотите жить божественной жизнью? Запоминайте Тору, применяйте Тору и будет вам счастье. Все, удачи, успехов. Всем пока.